В Комитете по социальной политике вопрос бюджета стоит под номером один. 70% от общей суммы областной казны традиционно идет на социальные нужды. Это соцзащита, образование, здравоохранение. При этом идет увеличение и самой социальной сферы. Особо хочу отметить, что именно на социальную направленность бюджет в 2022 году увеличен на 28%. То есть, если в абсолютных цифрах, сегодня он выражается в количестве примерно 171 миллиарда рублей на 2022 год. На что пойдут дополнительные деньги, уже известно. Это индексация зарплат врачей и учителей, выплата пособий, среди которых 6 тысяч рублей на рождение ребенка и миллион молодым ученым на приобретение жилья. Такие меры начинают работать в этом году и продолжатся в следующем. Есть и принципиально новые строки расходов. По аналогии с земским фельдшером на Южном Урале появится программа «Земский тренер» и «Земский работник культуры». Кроме того, средства направят на приобретение жилья для детей-сирот. Им же положена компенсация за аренду квартир. По 3 тысячи рублей в сельских районах, в городах в два раза больше. Поддержку из бюджета получат и больные дети. Например, 99 семей, где есть дети больные фитилки тонурией, получат выплату в размере 5 тысяч ежемесячно на компенсацию лекарств и, соответственно, специального питания. Или, например, семьи, где есть ребенок с сахарным диабетом первого типа, 126 миллионов пойдет на обеспечение этих деток расходными материалами для флеш-мониторинга крови и сахара в крови. Дополнительные средства направят и на выплаты жертвам политических репрессий. Каждый месяц они будут получать по 2 тысячи рублей, на 20% больше, чем сейчас. Вырастет и число ветеранов труда с соответствующей поддержкой из областного бюджета. Рабочий стаж для них снижается на 5 лет. Новое правило затронет 4,5 тысячи южноуральцев. Инна Левошина, Александра Мыльникова, Урал-1.